«Защитить мирное собрание – это прямая обязанность государства. Но опыт показывает, что Украина пока не справляется. Так утверждают правозащитники, было с мирными митингами во время Евромайдана в 2013-м. Ничего не изменилось и в 2015-м». «Неадекватная модель реагирования на провокационные действия группы лиц во время мирных собраний и целый ряд нарушений процессуальных прав задержанных, и неоказания медицинской помощи, и не соблюдение ряда гарантий права на справедливый суд». Украинские правозащитные организации не берутся искать, кто виноват, а кто нет в тех или иных схватках граждан и власти. Зато решили подытожить плачевный опыт нарушений прав людей во время мирных собраний. В фокусе – события 31 августа. Напомним, тогда примерно полтысячи человек спокойно требовали защиты своих интересов под домом правительства. Всё изменилось, когда в сторону правоохранителей полетела граната. В результате этого столкновения погибли четыре бойца национальной гвардии. Около двухсот человек нуждались в медицинской помощи. Проанализировав реакцию силовиков на наступление провокаторов и неспособность разграничить агрессивных и мирных протестующих. Эксперты делают свои выводы. «Министерство внутренних дел не готовит профессиональный личный состав, не меняет тактику охраны общественного порядка. И это, в общем-то, является угрозой как и участникам мирных собраний, которые присутствовали там же, так и во вторую очередь представляет потенциальную опасность жизни самих сотрудников». Это, скажем, то, что лежит на поверхности. Если же копать глубже, то правоохранители не принимают во внимание никаких прав задержанных. «Правоохранительная система, извините за грубое слово, прогнула новый уголовно-процессуальный кодекс под те практики, которые существовали до его введения». Участники презентации отчёта проиллюстрировали на конкретных примерах и нарушения прав на медицинскую помощь, и на защиту, и на справедливый суд. «Презумпция невиновности в помещениях Печерского суда размещены клетки, которые, согласно решению Европейского суда, запрещены. Есть рекомендации. Это должны быть стеклянно-пластиковые конструкции, более приспособлены, чтобы не делать человека в глазах общественности, заблаговременно виновным ещё до решения суда». Всё украинское правозащитное сообщество отмечают. Утверждение безнаказанности понесёт за собой увеличение нарушений прав человека. Именно поэтому случаи этих нарушений надо обсуждать, анализировать, пытаться исправлять. Так в представленном отчёте есть раздел выводов и рекомендаций. Однако стоит отметить, что силовики, МВД и прокуратура приглашение на презентацию отчёта проигнорировали.